Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о развитии Института государственной службы и гость нашей студии, руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Ержан Айкамбеков. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52 24 49 или прислать вопросы на номер ватсап плюс 737 235 10 34. Так, еще раз, добро пожаловать к нам в студию. Вы недавно буквально вступили в должность, я вас поздравляю с этим. Но поскольку вы уже очень много лет в этой сфере, всегда есть чем поделиться. И поскольку тема развития вообще в целом Института государственной службы не теряет своей актуальности, и самая большая проблема, которую мы сегодня видим, это мы хотим справиться с текучестью кадров, хотим, чтобы всегда вакантные места занимали специалисты, которые в своей сфере разбираются хорошо, а главное желают что-то привнести в свою сферу, для этого делается большая работа, как раз таки агентством. Но позвольте начать именно с послания, потому что все актуальные направления сфер нашей жизни всегда отмечаются в послании главы государства. И вот недавно в своем послании «Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» президент обозначил ряд системных вопросов, играющих ключевую роль в развитии страны. Один из них – это повышение эффективности государственного управления. И вот именно с целью дальнейшего совершенствования госслужбы в июле этого года была утверждена концепция развития государственной службы на 2024-2029 годы. Сегодня мы о ней как раз подробнее поговорим. Вот для начала расскажите, в чем ее цель и после ее реализации, какой эффект мы увидим. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемая Анна, что пригласили на эту передачу. Данная концепция с учетом проводимых реформ, преобразований, социально-экономической, общественно-политической деятельности нашей страны, а также улучшением благосостояния нашего населения, назрело именно принятие такого документа. И с учетом вот этих всех современностей была утверждена указом президента от 17 июля 2024 года концепция развития государственной службы на 2024-2029 годы. Данная концепция нацелена на обеспечение привлекательности государственной службы, нацелена на сервисность, клиента-ориентированность госаппарата в отношении населения. Данная концепция, она вообще, согласно повестке дня, она двигается у нас в трех направлениях. Это первое, это у нас формирование модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиента-ориентированности, нацеленной на конечный результат, а также дебюрократичной модели поведения. Вот, второе, это у нас профессионализация госаппарата, использование гибридной модели государственной службы, это раньше такого не было. Гибридная модель предполагает у нас, сейчас, в настоящее время у нас на госслужбе двигается по вертикали, да, то есть ведущий специалист, главный, дальше руководитель отдела, управление, там, заместитель и так далее. Ну, с учетом того, что на всех госслужбе, то есть руководящих позиций не хватит, вот, была, согласно концепции, введена, здесь предусмотрена именно гибридная модель, то есть госслужбе могут повышаться именно вертикаль, вертикаль, в горизонтальном направлении. Горизонтальный, то есть находясь на исполнительской должности, вот, там будут присваиваться классности, то есть, и они могут, заработная плата может достигать даже наравне с руководителем, с его руководителем. То есть, это то же самое, как слесарь, например, четвертого, пятого, шестого разряда, то здесь тоже так же согласны. То есть руководитель отдела может быть руководителем отдела первого уровня, руководителем отдела второго уровня. Да, примерно, такие классности будут, но более подробно оно, как бы, будет дорабатываться, нормативные права, акты, соответствующие кодексы, законы, будут внесены изменения. Ну и требования, конечно же, к кандидатам тоже, соответственно, будут. Да, с учетом этих, есть у нас, есть требования для государственных служащих, то есть они, сейчас подробно я еще расскажу об этом, это второе направление, третье направление, это у нас, это у нас управление и цифровизация HR-процессами. HR-это у нас кадровые вопросы. Как раз таки, да. Да, кадровые вопросы, они, ну сейчас у нас много что оцифровано, густующие наши знают, что у нас есть информационная система ЕХЗМЕД, вот, где кадровое делоподородство полностью ведется там в этой системе, то есть в электронном формате все приказы, заявления, конкурсы, и все проводится через ЕХЗМЕД. А сейчас конкурсы, как вы знаете, конкурсы, вы знаете, вакантные административные государственные должности, вот, с 1 июля именно для местных исправительных органов в Восточной Казахстанской области введено именно через внешний портал ЕХЗМЕД. Через внешний портал ЕХЗМЕД. И, находясь в любой точке мира, кандидаты, желающие поступить на госслужбу, могут онлайн там зарегистрироваться, пройдя по ссылке, вот, кто не госслужащий, они могут сдать тесты на знание законодательства, там, по-моему, 5 законов. Если по обычному конкурсу 9 законов, то здесь 5 законов. Сдать тесты на знание законодательства, пройти оценку личной компетенции и дальше, просматривая объявления, в этом же сайте могут откликнуться на объявления, если они подходят по колл-требованию, по образованию, вот, они могут участвовать в конкурсах. Вот, конкурс там состоит из трёх этапов. Первый – это числовые задания, второй – текстовые задания и третий – собеседные. То есть, по этому каждого этапа кандидаты набирают баллы. Кто получил наибольшую сумму баллов, тот имеет право на назначение дальнейших же назначений. То есть, это всё автоматизировано. Сейчас человеческий фактор, как раньше, там, всё это допускали, это сейчас такое, сейчас всё это автоматизировано. Программа сама считает, даёт задания, человек проходит тесты, присваиваются баллы, если всё по нему. И вот эти баллы, они являются решающими для дальнейшего поступления на государственную службу. Если провести комплексную оценку, вообще, всей системы государственной службы за последнее время, мы знаем, что было введено очень много различных новшеств, в том числе, да, вот, развитие сферы цифровизации, о чём мы сейчас говорили, это очень большой шаг вперёд, и фронт-офисы, да, и опять же, вот эта клиента-ориентированность, которую поэтапно внедряли уже в разных сферах, и, скажем, вот, концепция, да, слышащего государства, которая очень много привнесла, опять же, там, порталы, да, такие, как Йоутыныш, например, и защита прав госслужащих в сфере трудового законодательства, которая тоже, скажем, реформировала, да, какие-то проблемы, которые раньше не представлялось возможным решить, да, из-за того, что руководство всегда очень, ну, скажем так, привыкало, да, перекладывать свои обязанности на младших сотрудников и так далее, и так далее. Вот если весь этот комплексно, скажем, сделать небольшой такой анализ, вот на ваш взгляд, вот эта концепция, да, которую сейчас мы реализуем, да, и которая до 2029 года продлится, вот она что-то внесёт, вот какое-то изменение в систему, и какую, может быть, из проблем она позволит решить в сфере вообще госслужбы, ну, вот, например, может быть, в сфере кадрового обеспечения, вот, ну, если порассуждать, вот как вы думаете? Ну, если порассуждать, сейчас я вот хотел бы основные вам моменты перечислить согласно концепции, вот я бы сказал про гибридную модель, да, это вот по заработной плате, это социальное обеспечение, да, государствующих, вот, то есть это тоже немаловажный фактор, вот. Также здесь согласно концепции будет введён институт безупречной репутации в системе, вот сейчас у нас действует в системе ЕХЗМЕД, то есть оценка 360, оценка 360, это когда коллеги твои оценивают тебя, там есть вопросы, и тебя оценивают по этичности, по компетенции, по знаниям, то есть по профессиональным качествам, тебе дают оценку, вот первому руководителю, вот мне, например, дают оценку мой коллектив, и это всё в системе, я ничего, я там не вижу ничего, потом дальше уже будет, по итогам это видно, насколько меня оценил коллектив. А если, например, у кого-то, а не объективное мнение, а, например, зависть или желание, там, на его место попасть? Ну, это человеческий фактор, он всегда есть и будет, ну, это оценка, то есть большинство там, ну, будет учитываться мнение. Это институт безупречной репутации, он сейчас работает, вот, ну, это дальше будет совершенствоваться, вот. Кроме того, сейчас хотят, согласно концепции, внести ограничение на численность работников по трудовому договору. То есть у нас нет сейчас регламентации, там, наверное, будет всё. То есть, чтобы в штат брали. Да, в штат брали, там какое-то количество, но, как бы, ну, не более, наверное, какое-то ограничение будет, наверное. Ну, я не знаю, какое, но это будет вне, но. Вот, дальше у нас в рамках реализации идей Адалзамат планируется принятие мер на право на продвижение среди госслужащих идеалов патриотизма и профессионализма. Вот, сейчас, как бы, это ценности, как чувство преданности интересам страны, да, долг перед ней, то есть вот эти ценности, они закладываются в данной концепции. Это будет дальше продвигаться. Главное, чтобы они были искренними, да, не для того, чтобы человек, просто желая получить место, да, например, а потом по его делам видно, да, что совершенно не таким он является. Да, это, конечно, ну, в первую очередь это для молодёжи, что мы должны привлекать молодёжь на государственную службу, потому что государственная служба, она обеспечивает все, всю сферу жизнедеятельности страны. Это везде задействованы госслужащие. Это у нас налоги, например, да, департаменты госзлоходов, есть комитет, есть министр, есть, например, дороги тоже, да, у нас управление, есть автомобильных дорог, правильно, есть министерство соответствующее, которое разрабатывает все нормативные права. Везде работают госслужащие, есть строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство, везде у нас задействованы госслужащие. Сфера госслужбы, например, есть транспортный контроль, ну, всю сферу, если брать, там, даже про космос, у нас есть министерство специальное, да, аэрокосмическое промышленность, цифровизация и аэрокосмическое промышленность. Там тоже госслужащие трудятся, разрабатывают нормативные правы, акты, законы и так далее, которые дальше, после подписания президента, они спускаются к нам. И мы, как бы, на местах его, эти нормативные правы реализуем. То есть, вот это. Дальше, для привлечения молодежи будет введен институт ранней профориентации. Это начиная со школьницками, высшие учебные заведения. То есть, со школьницками уже будет, мы будем прививать именно, готовить кадры на госстарственном службе. То есть, вот такие моменты, даже открытости, для повышения открытости и прозрачности, для всех будет введен единый конкурс. То есть, мы отказываем, согласно концепции, сейчас же есть общий конкурс и внутренний конкурс. То есть, внутренний конкурс, он будет исключен. Будет один-единный конкурс для всех желающих, для госслужащих и не госслужащих, кто пожелает поступить на госслужбу. И при этом в центральных государственных органах, их территориальных подразделениях, то есть, центральные у нас министерства, комитеты, их территориальные департаменты есть. Вот мы, наш департамент является территориальным подразделением центрального государственного органа. То есть, агентство. У нас вышестоящее идет агентство. И в местных исправительных органах будет введен, наверное, будет введен порядок перевода. То есть, порядок перевода можно будет с региона перевести из комитета, дальше министерства и оттуда обратно. То есть, сюда можно будет порядки перевода, можно будет кадры, вопросы решать. То есть, вот такие моменты есть. Будет упразднен институт испытательного срока. Если сейчас у нас есть, кто впервые поступил на госслужбу, для них устанавливается испытательный срок. То есть, три месяца. Если по итогам трех месяцев он не проходит испытательный срок, ему продлевается еще на три месяца. По итогам шести месяцев, если он не проходит, то его по согласованию с нашим департаментом человек освобождается. Ну, то есть, если он не справляется совсем. Ну, такие факты, эти очень редкие, почти их нет у нашей области. Вот. Дальше. А если упразднится получается, то? То не будет испытательного срока. То есть, сразу его наработают? Согласно концепции, его берут в штат, и он дальше работает. Но при этом, если он там... Ну, то есть, большая ответственность сразу с первого дня уже на человеке. Ну, там у него будет, согласно этой концепции, ну, у нас институт наставничества, он работает, но согласно этой концепции, уже наставник, он будет поощряться. Поощряться, как вот в денежном выражении. То есть, это уже не просто общественная нагрузка, а именно будет... Да, сейчас наставник, они, как бы, ну, никаких преференций там не получают, а согласно концепции, они уже будут мотивированы тем, чтобы быть наставником. То есть, на временные вакансии, вот, согласно концепции, на временные вакансии, вот, например, на время декрет, на кто-то на декрет ушел, кто-то на учебу поступил, его место вакантное. На такую должность до одного года можно будет принимать без конкурса, то есть напрямую. То есть, сейчас же мы конкурсы объявляем, пока конкурсы на время, но немногие хотят прийти. А сейчас, если без конкурса, то на срок там не более одного года можно будет принять человека для исполнения обязанностей. А потом, например, если человек себя хорошо покажет, вдруг в этот момент освободилась там подобная должность, его можно будет оставить? Да, его можно перевести уже, если основной работник выходит, то есть, если там есть вакансия, если человек хорошо показал, там уже госорган уже определяет, и специалист хороший, то его стараются всегда оставить. Ну, то есть, насколько можно судить, да, вся концепция практически нацелена именно на то, чтобы... На упрощение вот именно поступления на госслужбы, именно прохождение, все условия создаются для этого. Чтобы в текучке кадров не было, чтобы избежать, да, вот этих проблемных моментов, которые мы сегодня видим. Да, практически, наверное, в каждой отрасли, да, сегодня не хватает специалистов, и каждая отрасль как раз по-своему пытается решить этот вопрос. Вот насчет, например, молодежи. Как, на Ваш взгляд, лучше всего привлекать молодежь в ряды государственных служащих, и что сегодня их интересует? Вот, для молодежи также буквально с начала прошлого года в статью 15 закон о госслужбе были внесены изменения, то есть, выпускники высших учебных заведений, обучавшиеся по гранту, по госзаказу, и окончившие с оценкой 3,33 GPA, ну, это как в обычных случаях, это хорошо с оценкой, хорошо, то такие выпускники в течение года имеют право назначиться на государственную службу, на исполнительские вакансии, то есть, районного, поселково, городского уровня, кроме административного центра областей. То есть, кроме Усть-Камногорска, например, по нашей области, они могут в районах, в городах у нас Ридерна, Алтай, вот, и также сельский уровень, поселковый, они могут туда назначиться вне конкурса. Даже тесты, даже тесты не надо знать. Ну, были какие-то такие примеры? Да, у нас вот, у нас за этот год, примерно, у нас более 20 человек уже назначены, прямо уже районы все знают, вот, госаппараты здесь, кадры. Вот как, на ваш взгляд, это работает? То есть, во-первых, может быть, есть какая-то у них мотивация дальше развивать, да, вот этот свой поселок, например, этот свой район. И не, скажем, назначенный из столицы человек, который, допустим, ничего не знает, а именно человек, который, например, рос, да, здесь всю жизнь провел, знает, что нужно, что хотелось бы. То есть, здесь, наверное, ну, в этом плане большой плюс, да, вот в таких вакансиях. Да, да, большой плюс, и сейчас молодежь, я думаю, сейчас мы скоро, наверное, вернемся к тому, что молодежь будет обратно возвращаться. В село? В село, в районы, как говорится. Потому что сейчас... Ну, инфраструктура развивается. Инфраструктура развивается, интернет, сейчас в любой точке мира можно что-то работать даже. У нас предусмотрена на госслужбе удаленная работа. Есть удаленная работа, предусмотрена, когда вот у нас были пандемии, когда нас всех перевели удаленно, всем нам настроили, нам направили ссылки, инструкцию, как настроить компьютер, ноутбук на удаленную работу, битвины и так далее. Мы это все сами настраивали и работали удаленно. Вот я когда работал в агентстве, в центральном аппарате агентства по делу по службе, мы целый год находились на удаленном формате. Ну, потому что пандемия была. Ну, а вот, например, если говорить, да, если вернуться к концепции, да, хотелось бы еще, да, вспомнить о том, что у нас есть замечательная концепция слышащего государства, да, и вот именно если говорить о сервисной модели работы, да, вот у нас на сервисную модель работы разные сферы переходят, да, и полиция, и сфера здравоохранения, да, частично, и так далее, и так далее. То есть вот эта услуга, ориентированность, насколько, скажем, нам легко перейти на нее, да, то есть готовы ли мы к этому формату, и, ну вот, на ваш взгляд, и что нужно государственным служащим, чтобы полностью принять его и перестроиться. Ну, то есть, если вспоминать, да, раньше, как в целом, да, это было, то есть бюрократия, да, какая-то, когда вот к какому-то чиновнику люди должны были выстаивать очереди, и мы давным-давно уходим, да, уже от этого формата. Мы вроде как совершенно с ним уже ничего общего не имеем, но, к сожалению, общественное мнение привыкло, вот, скажем, да, вот рисовать вот такой образ, и хочется, чтобы уже наконец это, ну, изжило себя, потому что это уже не наше, это совершенно с нами не связано. Вот новый госслужащий, госслужащий нового формата, вот он какой? Ну, госслужащий нового формата, он должен быть, и глава государства говорит, и концепция об этом говорит, и наш, и высший аппарат правительства, они все нацелены на сервисность и клиентаритизм госаппарата, чтобы каждый госслужащий у нас, начиная от столицы, да, заканчивая глубинки, да, сельским округом, вот, они были все клиент-ориентированы, заинтересованы в развитии общества, именно бизнеса, да, потому что за счет бизнеса формируется у нас, за счет налоговых поступлений формируется у нас бюджет, из бюджета, соответственно, в госслужащий мы получаем зарплату, правильно же, пенсии, там, где-то инфраструктура улучшается, тепло, дороги, это все делается за счет именно бюджетных средств, поэтому каждый в случае, если это будет понимать, что именно он зарплату, те же, например, бонусы, те же, например, отпускные и так далее, он получает именно из бюджета за счет народных средств, за счет бизнеса, то, я думаю, это у нас, мы, и так же будет добросовестно относиться к своим служебным обязанностям, то мы, наверное, в 50 или в 30 наиболее конкурентных стран мира, наверное, быстро войдем. Ну, клиентаритированность, сервисность, она у нас, как бы, то, что говорите, бюрократия и так далее, сейчас у нас более 90% государственных услуг именно перенесены в электронный формат, то есть сейчас в госорганах, как мы видим, очередей нету, как раньше. Ну, я и говорю, что мы отошли уже от этого. Сейчас все государственные услуги, то есть есть скрытые госуслуги, которые мы сейчас выявляем, наш департамент, у нас управление госуслуг есть. Департамент, департамент, вопросы по департаменту на нас тоже возложили, мы именно скрытые государственные услуги, которые именно еще нету в реестре госуслуг, где-то справки люди получают, ходят вот эти, мы переводим именно, даем предложение в агентство, чтобы эти скрытые услуги перевели, внесли в реестр госуслуг, чтобы люди также могли через ЕГОВ портал, могли получать эти услуги. Но сейчас многое, что, ну вообще Казахстан, он среди страны СНРГ, он на первом месте по цифровизации государственных услуг, оплата даже там, через КАСПИ можно, например, через приложения банковские, можно любую справку, любые документы можно получить, заказать. Вот, это во-первых. Во-вторых, в этом направлении что сделано? В 2021 году, как вы знаете, был принят новый административно-процедурно-процедуальный кодекс, который призван регулировать отношения между государством и обществом. Для этого в каждом регионе страны были созданы административные суды, как вы знаете, наверное, да, административные суды, которые именно рассматривают споры между гражданами и государством, и госорганами. Вот, сейчас это, они вовсю работают, очень много дел, где-то в основном, наверное, граждане. И вот, мы, мы, когда нам с обращением люди обращаются, мы об этом им разъясняем, что есть вот такой порядок, вы можете обратиться в государство. То есть, там какой порядок, если ты первый раз написал жалобу или обращение, да, тебе дали ответ, предоставили, и ты им с этим ответом не согласен, ты можешь обжаловать этот ответ уже в вышестоящий государство. На портале EUTNH, информсистема EUTNH, там есть уже вкладка, ты первое обращение направляешь, получаешь ответ, и там уже кнопка у тебя стоит, обжаловать можно. То есть, ты обжалуешь вышестоящий госорван, и там дальше у тебя вкладка «Подать в суд». Ты можешь подать в суд, и это все, то есть, обжаловать, и как бы доказать свою правоту или неправоту государственного органа. А вот, например, департамент госслужбы может выступать как, например, омбудсмен, да, или представитель интересов государственных служащих, если какой-то судебный прецедент, например, произошел. И, ну, насколько мы знаем, да, в плане регулирования вообще, да, правовых отношений департамент госслужбы, да, часто выступает защитником прав госслужащих, например, учитывая, ну, какие-то, например, проблемы в нарушении, там, трудового законодательства. Если речь идет, например, о судебных распрях, да, вот, бывает ли, что вы как-то, может быть, присутствуете в суде или как-нибудь консультируете? Ну, чьи-то интересы госслужащих или физлиц мы как бы в судах, в судах именно мы не отстаиваем, в нашу комитету это не входит. Каждый государственный орган, госслужащий в судах, они самостоятельно участвуют, защищают свои интересы, либо через себя, либо через своих представителей, адвокатов или представителей. Мы, департамент наш участвует, если есть необходимость, если суд нас приглашает в качестве третьей стороны, разъяснить те или и нормы законодательства, например, этика, закон о госслужбе, в этой части мы, наши представители, мы участвуем в судах, разъясняем то или иное положение. Что вот касается этики, вот мы знаем, что у нас работает совет по этике, да, этот орган и его функции тоже как-то видоизменились за последнее время, или он также несет в себе именно те функции? Да, там видоизменились. Раньше, как вы знаете, до 2015 года он назывался дисциплинарный совет. Вот, дисциплинарный совет, из 2015 года, согласно положению о советах по этике, опять-таки, утвержденный указом президента, то есть это коллегиальный орган, совет по этике он в области один, в каждой области действует свой совет по этике, то есть 20 у нас областей, 20 советов по этике имеется. В нашей области он активно работает, уже долгие годы, вот, совет по этике, он призван именно проводить работы по профилактике, по недопущению совершения нарушения этического кодекса, служебных этих условий, вот, профилактика нарушения законодательства, именно антикоррупционного законодательства, законодательства в сфере государственной службы. Вот. С учетом новых трендов, совет по этике, именно мы сейчас, именно работаем по профилактике. То есть мы раньше, если был дисциплинарный совет, в те годы у нас очень преобладали, проведало много дисциплинарных дел, которые мы возбуждаем на основании своих проверок, на основании представлений правоохранительных органов, надзорных органов, это органы прокуратуры, антикоррупционной службы, там, и других государственных органов, мы возбуждаем дисциплинарные дела, проводим в служебном расследовании, рассматриваем на советы по этике, то сейчас мы, именно, у нас вопросы, согласно повестке дня, преобладают именно профилактического характера. То есть мы вносим вопросы, заслушаем те или иные государственные органы, руководителей, уполномоченных по этике заслушаем, на основании этого вырабатываем предложение по устранению, недопущению профилактики нарушений. А, ну то есть, если раньше в вашу компетенцию входили только дисциплинарные дела, то сейчас какие-то общесистемные проблемы, которые существуют в сфере, их можно обсудить и прийти как-то к общему знаменателю, выработать рекомендации, например, в агентство их отправить, чтобы можно было как-то изменить, например, что там. Да, в том числе и в агентствах, также мы направляем в государственные органы, мы направляем здесь по области местные исполнения, территориальные подзрения, центральные государственные органы. Например, членов советов у нас в состав 9 человек, туда входят именно общественные, представители средств массовой информации, госслужащие также есть у нас, а также лица, которые именно в области имеют ветераны, то есть снискали какое-то уважение, авторитет в этой нашей области. Ну вот как раз... Коллегиальный орган, мы принимаем решение, вносим это все в решение, подписываем, направляем в государственные органы для исполнения. Вот как раз, если говорить о такой тоже общей системной проблеме, как защита интересов государственных служащих в, скажем, социальных сетях, на одном из совещаний, да, вот как раз Совета по этике был поднят вопрос, да, именно об этом, и как раз проблема, да, вот такого характера, что очень часто, да, у нас замечательные, очень активные жители, да, это прекрасно, но часто они не, скажем, ну, не разбираются, да, полностью в теме и пишут, например, какой-то очень гневный пост, да, который читает огромное количество людей. И указывают там, например, там, ведомство, то и имя, и фамилию, например, госслужащего, который вообще не имеет отношения, например, да, к этой проблеме. И такое сплошь и рядом. Вот были какие-то вот выработаны рекомендации по поводу того, чтобы, ну, все-таки как-то регулировать, может быть, вот такие моменты. Через ЕОТ и НИЖ, да, мы вроде бы научились работать, но социальные сети – это тоже правовое поле, да, и каждый должен понимать, что он ответственен по закону, да, за то, что он пишет. Да, ну, нормативная право-база по этому поводу есть, это оскорбление, там, клевета, унижение, честь и достоинство, это все в законодательстве есть. Каждый госслужащий может им этими инструментами пользоваться, вот, также может он заявить, например, если его там оскорбили, ищет, и так далее. Главное ему не вступать в перепалку потом, в календарь, себя не... Да, главное не поддаваться на провокации. У нас в законе о госслужбе четко прописано, если госслужащий обвинили в фактах коррупции, он обязан принять меры по его опровержению. То есть в социальных сетях он должен опровергнуть, а если его права были нарушены, он также может обратиться за их восстановлением. Это правоохранительные органы, если там есть факты мелкого хулиганства, оскорбления и так далее. Ну, а часто вообще госслужащие просят, ну, какой-то поддержки, защиты, или обращаются за тем, чтобы их, ну, как-то права были защищены? Ну, бывают такие факты, но очень редко. Вот согласно концепции, хотел бы сказать, что здесь также выделяется внимание именно защите, честь и достоинство именно госслужащих. То есть в этом направлении также будет выработано тоже нормативный право, факт, рекомендации. Сейчас конкретных прям рекомендаций нет, но он в законах это уже есть. Он в судебном порядке может обратиться за чисто, честь и достоинство. И у нас таких практик очень много. Когда я работал в агентстве поделом, даже вот в области Абай, город семьи, там госслужащие тоже один из районов обратился в суд, и он выиграл. Выиграл. И несколько таких госслужащих, которые хоть оскорбляют честь и достоинство, они в суде выигрывали. То есть в таком правовом поле они могут себя защищать. А мы как бы, ну, мы только даем в этом направлении рекомендации, мы не можем у каждого случая пойти защищать. Мы никак бы... Ну да, я имею в виду, что поддержка именно как информационного характера, ну и в целом, да, можно же считать вас... Да, мы госслужащие, которые регулируем именно правоотношения на госслужбе, ведем в этом направлении именно политику, вопросы поступления, прохождения госслужбы. Все это занимается наш департамент. А как вырабатываются вопросы, например, которые будут рассмотрены на Совете по этике вот в плане именно вот этой профилактики? То есть выбирается какая-то проблема, да, или коллегиально решается, да, например? Ну, у нас есть план Совета по этике, утверждается один раз в год, в декабре месяце мы утверждаем, на последующий год, вот, и работаем по данному направлению. Согласно плану заслушаем руководителей государственных органов, это Акимов районов, можно запрещать государственных органов. Ну, согласно плану мы утверждаем. Вот. Уполномоченных по этике заслушаем по тем или иным вопросам. Вот, по итогам заслушания вырабатывается предложение, где-то учитываются недостатки в работе, это все указывается, и направляем в государственный орган, либо всем государственным органам для проведения соответствующей работы, профилактической. Где-то надо семинар провести, совещание провести, вот. То есть вот такую работу. Где-то надо, где-то надо рассмотреть дисциплинарную ответственность винового лица, который допустил те или иные, наверное, упущения в работе. А часто, например, поступают жалобы от, например, сотрудников какого-либо госоргана, ну, например, на какого-то своего коллегу или руководителя, и потом совет по этике обязан рассматривать такое обращение? Ну, при поступлении, обращение, конечно, поступают, есть обращение. По ним, по этим обращениям, нашим сотрудникам проводится внеплановая проверка, соответствующая внеплановая проверка, проверяются эти факты, опрашиваются, например, если нарушение этики, то опрашиваются свидетелей, кто видел, слышал, есть ли аудио-видеозаписи или любые доказательства, которые подтвердить, также можно любого обвинить, а для того, чтобы подтвердить, нам нужны доказательства. Поэтому проводится соответствующая проверка, и по итогам уже принимается, составляется справка о лицах проверки. Если имеется факт нарушения этики со стороны соответствующих государственных служащих, это у нас совет рассматриваете, руководители, его заместители, например, то возбуждается дисциплинарное дело. Проводится служебное расследование, его итоги уже рассматриваются на заседании Совета по этике, куда приглашаются у нас средства массовой информации. Мы это публикуем, у нас социальные сети есть, Facebook, Instagram. А по вопросам нарушения государственных услуг у нас работает так же, как напрямую, к нам могут обратиться через портал EUTNISH, а также у нас есть чат-бот в Telegram-канале. То есть и физические лица могут к вам обратиться, да? Да, конечно, по госуслугам, какие нарушения есть, вы можете, или жители нашей страны, они могут обратиться, если в нашей области было нарушено, то они могут к нам обратиться. Если где-то сроки, где-то ему отказали мотивированно в оказании государственных услуг. И тогда как бы тоже расследование ведется? Да, проводится проверка, мы смотрим, какие документы поданы, на основании чего отказали, какого нормативного права в акте. Все это проверяется и дается оценка. То есть наш департамент является уполномоченным органом в сфере оценки качества государственных услуг. Ну это, насколько я знаю, недавно, да, такую функцию на себя приняли? Это уже давно. Давно? Да, это уже более 10 лет департамент является. Просто государственные услуги, люди не всегда понимают, что это такое, не всегда могут защитить свои права. Ну то есть люди наконец-то начали понимать, да, что они имеют право что-то спорить, как-то защищать свои права, опять же, благодаря ЕОТНШ, да, и различным цифровым технологиям. И поэтому и работа активнее стала, да, соответственно. Сидя дома, люди могут подать. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, поэтому мы вынуждены попрощаться с нашими телезрителями. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин